итак друзья всем привет сегодня 8 апреля 2020 года сегодня друзья я хотел бы с вами поговорить о о с ранних матках вывода на своей пасеке во первых давайте подумаем а нужны ли вам вообще ранние матки на своей пасеке и из практики самые ранние матки они не всегда бывают очень такие качественные как допустим те матки которые выведены в период летнего сезона когда в уле идет в достатке пыльцы нектара и матки получается при выводе очень высокого качества но если друзья вы решили вывести на своей пасеке ранних маток то тогда друзья нужно создать все необходимые условия для вывода наших маток чтобы они у вас получились хорошие качественные а что для этого друзья нужно я сейчас вам постараюсь немножко друзья рассказать как получить на своей пасеке хороших высококачественных маток и так во первых давайте подумаем если все таки вы решили вывести своих маток для своей пасеки то давайте подумаем посчитаем чтобы начала маток у вас совпадало с тем чтобы у вас уже на пасеке имелся печатный трудневый расплод и тогда можно уже начинать выводить маток на своей пасеке и потом нужно друзья подгадать такой период когда ваши на пасеке семьи более такие сильные и что если вы пчеловод выходного дня и вам некогда следить за своими героями то у вас как бы есть план эти семьи него чтоб не успели войти в рода его в роевое состояние их успеть во время поделить и дать им маточку тогда когда если вы посчитаете что вам нужны эти матки тогда можно и выводить маток для начала что будем делать сейчас я как бы нахожусь в своем регионе и у нас апрель конечно маток выводить сейчас рано у нас пчелы только еще облетелись фактически они за пыльцой не летали пару дней конечно было слетали но если я решил вывести себе маток ранних на своей пасеке то я должен как бы это все начать заранее предпринять все действия для вывода хороших маток что для этого нужно для этого нужно сейчас мне выбрать на своей пасеке заранее как бы сильные семьи которые у нас будут стартерами а если нужно вывести небольшое количество маток для своей пасеки то можно на своей пасеке использовать просто один стартер и в дальнейшем его использовать как воспиталку а если нужно вывести вам много маток то можно сделать один стартер и несколько создать воспиталок для этого тоже нужны очень хорошие сильные семьи для чего они нужны естественно сильные семьи нужны для того чтобы семья могла обогреть наши маточки наших муты наших будущих маточек вот это друзья уле 16 рамочный вот использоваться как воспитатель лица вот это гадимановская решетка вот разделять у нас гнездо матка будут находиться в одном отсеке а в этом отсеке будут воспитывать они маточники матка не сможет пройти через гадимановскую решетку а пчелы свободно будут воспитывать принятые наши мисочки выращивать дальнейшем маток дать им исключительно больше хорошего корма чтобы наши матки были не ущемлены в достатке маточного молочка корма и что для этого нужно предпринять выбираем нужные семьи для стартеров воспиталок заранее делаем пометки можно сейчас заранее эти семьи немножко подкармливать медовой сытой но если нет медовой сытой можно давать и сахарный сироп как бы делать такую стимуляцию что всеми у нас развивались далее также ну нам нужно до пасеки хороший труд чтобы был к тому времени чтобы наши матки облетелись с хорошим труднёвым фоном для этого мы опять же на пасеке отбираем те семьи которые нам подходят по всем параметрам это те семьи допустим которые прошедший сезон отработали на мед очень хорошо менее злобливые допустим если вас это очень даже интересует чтоб у вас были более мирные семьи в общем все вот такие нужные параметры вы для себя выбираете те семьи отцовские что для этого нужно сделать сейчас заранее сейчас нужно в эти отцовские семьи заранее поставить по рамочке сот с трудневыми ячейками стараться поставить ближе к середине гнезда чтобы пчелы почистили эти ячейки и матка отложила в этих трудневых ячейках личинки неплодотворенные яйца которые в дальнейшем и будут наши трудни на нашей пасеке это нужно друзья сделать обязательно все заранее они в тот момент когда допустим пришло время выводить маток и мы начинаем что-то копошиться бегать искать отцовские семьи искать сильные семьи стартера воспиталки то лучше друзья это сделать заранее чтобы нам дальнейшем получить ранних хороших маток это все нужно делать заранее поэтому я и говорю нужно все делать заранее все это приду смотреть потом друзья я на своем старом канале много выкладывал видео по выводу ранних маток на этом канале тоже вроде как бы остались кое-какие у меня видео я выложил за прошлый сезон по моему ну в этом году друзья я снова буду выводить маток и все буду стараться все снимать и выкладывать на этом канале далее что друзья много пишут комментарии не у всех получается вывести ранних маток часто пишут плохой прием личинок который мы даем стартер на воспитание на прием это друзья опять же ошибки пчеловодов пчеловодов начинающих матководом деле поэтому друзья я вам сейчас опять же заранее говорю ищите для стартера сильную семью и заранее но если не получилось вам заранее найти то допустим вот в моем регионе сейчас вот где-то я из года в год вывожу первую делаю первую закладку 10 мая тогда друзья допустим в конце апреля до 1 мая постарайтесь если у вас семьи как бы не такие сильные не совсем развиваются да вы выберете все равно более сильную семью и в эту семью в течение в конце апреля допустим из какой-то семьи взяли печатный расплод и подставили в этот нас будущий стартер еще рамочку печатного расплода пройдет каких-нибудь допустим два-три дня вы еще найдите на своей пасеке рамочку с труднёвым расплодом печатным хорошую и опять поставлю поставьте эту рамочку дополнительно в вашу семью которая будет участвовать выводе маток это в стартер это я друзья говорю стартер-воспиталка потому что многие начинает выводить его маток у которых еще не так много пчелосемей и пчеловоды выходного дня они не всегда могут находиться на своей пасеке в период роения то им нужно вывести конечно своих маток и поделить семьи и уже подставить потом маточники либо вышедшую неплодную матку уже в деленую семью и так друзья и потом еще по возможности можно поставить из какое-то время я 5 дня через три третью рамочку печатного расплода и что вы получите друзья была семья сильная плюс у дней свой расплод выходил и вы добавите еще соседних семей несколько рамочек расплода это у вас семья получится очень как бы такая неплохая и сильная вот такая семья она больше обогревает уже свое гнездо и она допустим погода не совсем допустим летные прохладные дни но из этой семьи есть какие-то пчелы они могут вылетать за нектаром за пыльцой и как бы принос нектары и пыльцы будет в тот период когда вы будете выводить своих маток на своей пасеке потом друзья что нужно сделать с этой семьей да вы подготовили эту семью к выводу маток допустим если вот я по своим региону и по своим регионам друзья рассчитывайте где-то у меня в 10 мая уже на пасек имеется печатный труд не вывести печатный труд не вырос плод даже порой выходят уже не в некоторых семьях видим можем наблюдать вышедший трудить небольших количествах я начинаю выводить ранних маток для своей пасеки все семья у меня подготовлены а там допустим я ее заранее выбрал подставил расплод она у меня сильно сидит в уле допустим в 16 рамочном ну сколько там рамок она занимает ну может быть и не весь 16 рамочный улей но приличная семья сортер что для этого дела опять же друзья не делаем ошибок нужно что сделать вот сидит допустим семья она у нас ну скажем полно всиживая там 13 12 рамок что мы делаем опять же бы когда будем делать первую закладку нужно маточку дабы оттуда убрать удалить опять же мы возьмем эту матку допустим сделаем отводочек немножко пчелы мы отберем у этой нашей семьи которая вот у нас стартер и воспиталка сделаем отводочек с этой маткой на 3 рамочки допустим эту матку мы убираем естественно пчелы там немножко убавиться в этом в этой семье которая будет выводить у нас маток я говорю опять же семье стартере тире в тире воспиталка она у нас будет хотя можно ее использовать только как стартер и потом приедет и рамочки у нас отправлять уже всеми воспиталки ну я друзья буду говорить о семье стартер тире воспиталка потому что таких людей больше которые хотят вывести баток небольшое количество для себя начинающие матководы допустим далее что делаем не делаем вот такой ошибки нужно друзья допустим если было надо 12 рамках обсиживала плотно пчелой мы друзья убираем лишние рамочки стрясаем пчелу и ужимаем до такой степени нашу семью которая будет стартером сокращаем ее вплоть до 6 рамок часть пчелы будет сидеть за основной доской до каких-то там рамочках может быть там будут медовые рамочки за основной они конечно не будут помещаться полностью в гнезде будут находиться за за основной доской это будет большой плюс когда если вы сделаете колодец будете когда ставить туда первую прививочную рамку то когда вы откроете улей и посмотрите в этот колодец и вы друзья заметите что колодец будет полон добит пчелы и вот тогда друзья будет хороший эффект приема наших личинок и потом друзья что я делаю из практики я вам что говорю кто-то использует восковые мисочки кто-то пластиковые я сейчас последнее время друзья на своей пасеке использует только пластиковые никотовские мисочки предварительно я когда-то их ставил за сутки допустим в семью ну пусть допустим за 5-6 часов ставлю на полировку но в последние годы я этого не стал делать я просто взял друзья и до прививочную рамочку делаю 30 мисочек для приема когда я сделаю прививку где-то чё-то не понравится пчели какая-то мисочка у нас может быть какой-то издаваться было запаха запах от этой мисочки пчелы эту личинку не примут но в итоге из 30 в ранний весенний период пчелы в моем случае до 15 половину скажем 50 процентов мисочек с личинками примут все друзья для ранней весны 15 мисочек это будет очень даже хорошо ну максимум 20 можно в сильную семью максимум 20 приема больше друзья не надо в ранний весенний период чем больше вы сделайте мисочек привьете то как правило часть вышедших маток потом в дальнейшем могут оказаться недокормленные могут быть мелкие ну это скажем так некачественные матки когда если вы все правильно друзья сделайте как я вам сейчас говорю я говорю о без практики но вы можете прислушиваться к моему советую а сделать по просто по-своему это ваше право друзья когда если вы сделаете вот как я вам сказал 30 поставили приняли у вас максимум 15 все друзья успокойтесь пусть наша семья стартер воспитывает наши маточники еще друзья задают вопросы почему как так вот я отдал на прививку допустим 10 а 20 10 мая до а 20 мая должен надеть колпачки чтоб у меня до 11 день выходили матки люди подсчитывают как так вроде матка должна выходить на 16 день я как бы не складуха получается друзья многие вы забываете о том что до личинки еще есть стадии яйца три дня вы вот это вот упускаете ну кто-то может не упускает но я просто напомню ничего страшного все получается нормально если вы приведете личинку еще друзья я сотом никотом сейчас не пользуюсь когда-то и попробовал попользоваться мне он фактически не понравился почему то там нужно просто загонять матку матка отложить яйца матку уберешь порой потом оставляешь эти личинки в мисочках пчелам что-то не понравится они это все выбросят и проходит какое-то время но так друзья если вы начинающие есть ну пожалуйста пробуйте сотом никота а лучше всего я вам дам такой совет берете обычный китайский шпатель и выбираете сразу личинку 12 часовую какие друзья выбрать ее можно разглядеть рассмотреть она чем отличается от большого срока вот это вот 12 часовая личинка а как она выглядит она друзья выглядит допустим она вот в ячейке лежит в маточном молочке плавает она получается как бы полукругом полумесяцем она небольшая а которая личинка перерастет она уже как бы сворачивается в кружочек такой становится нужно выбирать такую самую белкую не яйцо а личинку она небольшая полукруглая и все когда вы сделаете вот такую закладку допустим вот как я сделаю вот так посчитать 10 мая делаю закладку 20 мая одеваю защитные колпачки а уже 21-22 боя у меня уже выходят зрелые неплодные баточки на моей пасеке и еще друзья для чего это сильная семья я уже повторяюсь повым вот эта сильная семья стартер когда очень хорошо может прогреть и докормить наших будущих маточек и ради матки у нас друзья как правило на пасеке получается хорошего качества они крупные и потом в итоге они дальнейшем хорошо облетывается и работает уже до пасеке но как подсадить потом этих баточек на своей пасеке это уже другая история а так друзья я вам рассказал как лучше и своей и своей практике вывести хороших баток ранних на своей пасеке ну а так друзья если кому понравилось моё видео и интересно была моя информация то поставьте лайк если нет дизлайк а так на это друзья видео свое буду заканчивать кто не подписался на мой новый канал подписывайтесь там рядом внизу с подпиской имеется значок колокольчик жмите его и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока удачи а